Заработай пока молодой! По данным статистики, 27% молодых людей от 22 до 25 лет ежедневно выпивают по 3-4 бутылки пива. В самом работоспособном возрасте они проводят в барах за алкоголем и сигаретами по 6 часов в неделю. Но в этом поколении есть и те, кто опровергает печальную статистику. Михаилу всего 22, а он уже миллионер. Имплантаты для животных, которые он разработал совместно с одним из московских вузов, признали инновацией. Эти маленькие детали помогают животным и птицам начать ходить после травмы, стоят в несколько раз дешевле импортных аналогов. В месяц оборот на таких имплантантах может составлять до 800 тысяч рублей. Соответственно, в год это может составлять около 10 миллионов. Деньги считать Михаил научился с детства. В 16 лет он уехал из родительского дома и устроился на работу. Жарил картошку в небезызвестном ресторане быстрого питания. А сейчас у него что ни день, то очередная горячая бизнес-идея. Новые идеи, это в основном идеи для небольших компаний. И кто сможет развивать маленькую компанию лучше, чем молодой человек? У Михаила уже есть свое медицинское производство, консалтинговая компания и даже столярный цех. А за последнее время таких домиков мы построили уже 15 штук. Взрослая недвижимость есть у всех, а детская недвижимостью не обладает пока что практически никто. Сейчас бизнес Михаила полностью самостоятельный. Он давно расплатился со своим инвестором и теперь сам может раздавать деньги таким, как он, молодым и перспективным. Аналитики выяснили, что наследники, миллионеры, начинавшие дело с подпоркой в виде отцовских денег, не наследуют деловой хватки своих родителей. И, как правило, второе поколение бизнеса становится на 20% менее прибыльным. Многие люди отступают на каком-то этапе. То есть они попробовали, но для того, чтобы действительно понять, работает это или не работает, нужно додавить. Нужно дожать по максимуму. Дмитрий понимает толк в молодых миллионерах. Он их выращивает. В бизнес-школе Сколково он руководит всеми стартап-проектами. Часто именно те, кто дожимают, может быть, много людей видят тренд, много людей начинают пытаться что-то делать, но дожимает один. И вот про него потом пишут книжки и снимают телепередачи. Парни, здорово! Александру сниматься в телепередачах приходится часто. Он олицетворение современного успешного предпринимателя. Не золотой молодежи и не наследник. Сейчас годовой оборот компании около 60 миллионов рублей. Порядка 2 миллионов долларов в год. Александр не был одним воином на конкурентном бизнес-поле. Его родители эмигрировали в Америку в конце 90-х. Поездки на каникулы к родным давали возможности для реализации нехитрых идей. Телефончик не нужен? Три телефона есть. Так, собственно, мы ходили и продавали все. В 17 лет Александр продал на этом радиорынке первый телефон. Поддержанные мобильные он покупал в Америке на аукционе. В России они уходили в десятки раз дороже. Тогда действительно было такое детство, было здорово. Был такой мощный драйв, который получал от каждой продажи любого телефона. Позже стал торговать более цивилизованным способом. Открыл интернет-магазин. Сначала я сам принимал звонки, сидя на лекциях, вез эти телефоны в метро. Все шло отлично. Пока в один день рынок не рухнул. Крупные сотовые компании перестали использовать CDMA и перешли на GSM. Телефоны, которые привозил Александр, стали никому не нужны. В 20 лет он из состоятельного юноши снова стал обывателем. Вот это был самый сложный момент. После этого все, что уже было потом, уже было по сравнению с этим не такое болезненное. Что бизнес нужно строить в интернете, сомнений не было. Онлайн-рынок был уже заполнен, но место для новой компании Александр нашел. У нас появляется некий кластер новых миллионеров, которые заработали деньги на каких-то достаточно инновационных, на интернет-проектах, на каких-то сервисных проектов. И вот этот контингент, да, он и расширяется. То есть, может быть, их доля вдоль всех миллионеров пропорционально растет. Миллионеры молодеют не только в нашей стране. Соединенные Штаты – лидеры по количеству разбогатевших в молодости. Фрейзер Дойерти. С 14 лет Фрейзер увлекался кулинарией. Он стал изготавливать джем по рецептам своей бабушки прямо на собственной кухне. Друзьям и соседям настолько полюбился джем, что на настоящий момент объем продаж фирменного джема составляет около 50 тысяч банок в месяц. А на счету подростка – около 2 миллионов долларов. Эшли Кволс. В 14 лет Эшли создала свой собственный сайт – whateverlife.com, откуда каждый мог скачать уникальное портфолио для социальных сетей. Сейчас whateverlife.com насчитывает более 7 миллионов посетителей в месяц. Стоимость ее сайта аналитики оценивают в полтора миллиона долларов. Но самым богатым студентом в мире, по мнению специалистов журнала Forbes, может считаться 23-летний Марк Цукерберг, создатель социальной сети Facebook. Его состояние сейчас оценивается в полтора миллиарда долларов. Эта красивая девушка вместо того, чтобы выйти замуж за миллионера, сама зарабатывает немалые деньги. Алена – выпускница экономического вуза. Сейчас генеральный директор компании по продаже плитки из итальянской кожи. Алена называет себя «self-made woman». Но куда красавицей без мужчин? Мужчин помогает в жизни, конечно. Да, куда без мужчин? О своих доходах не говорит. Известно только, что, например, вот эта стенка, отделанная плиткой, которую приводит Алена, обойдется заказчику примерно в 30 тысяч евро. И заказы идут. У меня просто с детства была идея, что вот мне нужен свой бизнес, что мне нужно заниматься чем-то полезным для общества, вот что я что-то могу делать. Девушка хочет зарабатывать еще больше, поэтому из очередной поездки в Италию привезла косметику для продажи в салонах красоты. Бизнес-план по покорению московских парикмахерских звучит грандиозно. Я вот просто прикинул, почему я стала этим заниматься. Получается, что в год я могу заработать больше миллиона евро. Алена из той среды, где изначально не принято считать деньги. Она вовремя поняла, что люди готовы платить за свои капризы. Алена воспользовалась теми возможностями, какими располагала. И пусть это только видимость полной самостоятельности, но она ее успешно поддерживает. Она, как Александр, Михаил и другие их успешные сверстники, противовес печальной статистике молодежного алкоголизма и безделья. Вместо пивных баров они выбирают движение вперед. И даже если бизнес прогорит, они знают, что нет ничего невозможного. Работа начнется снова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова